Музыка развивается с древних времен. Своим успехом она обязана выдающимся личностям и прогрессу, который дал новые инструменты, средства звукозаписи и воспроизведения. В 20-м столетии на культуру искусства существенно повлиял такой жанр музыки, как рок-н-ролл. Для честования основателей, участников направления, знаменитых личностей, популяризации стиля утвержден международный праздник. Всемирный день рок-н-ролла отмечается ежегодно 13 апреля. В 2018 году дату будут отмечать не только в России, но и в других странах. Праздник этот возник с целью почитания рок-н-ролла, его деятелей и поклонников. Выбранная дата имеет символическое значение. Она связана с записью в 1954 году песни Rock Around the Clock. Авторами являются Джеймс Майерс и Макс Фридман. Этот трек прозвучал в кинокартине «Школьные джунгли» и принес известность группе Кометс. Кроме этого, гитариста Билла Хейли считают одной из первых звезд рок-н-ролла. В музыке он сочетал кантри, ритм и блюз и в текстах применял сленг. Еще одна выдающаяся фигура рок-н-ролла Элвис Пресли. Его творчество, уникальная манера исполнения и движений на сцене повлияли на множество групп, в том числе и на Битлз. Ливерпульская четверка стала культовым явлением в истории человечества. Жанр рок-н-ролл запрещали в Советском Союзе, но некоторые коллективы обходили табу и проводили свои концерты как пародии на западную индустрию. В настоящее время музеев, посвященных этому музыкальному направлению, множество. Они есть в России, например, в Санкт-Петербурге, Иркутске, Самаре, Москве, а также за рубежом в городе Кливленд. Существует музей и зал славы рок-н-ролла. Он посвящен деятелям направления, содержит атрибутику и имена музыкантов. Также учреждена ежегодная премия, которая чествует деятелей этого стиля.